Привет, я в центре Вашингтона. Здесь проходит акция «Бессмертный пол». Акция проходит сразу около Белого дома. Собралось несколько сотен людей. Георгиевские ленточки, портреты погибших родственников. Это отцы, деды. Здесь еще есть некоторые ветераны. Сейчас начнется шествие, работает телевидение. И люди пришли с семьями, со своими детьми. Все очень мирно. Конечно, песни «День Победы». Мне сегодня даже пришлось пропустить урок. Я хотела посмотреть, как в Вашингтоне проходят подобные акции. В принципе, такие акции сейчас проходят не только в Вашингтоне, но и во многих штатах Америки. Хочу, наверное, сказать, какое отношение я к этому всему имею. Мой дед воевал. Он прошел всю войну. Моя бабушка в это время оставалась в тылу у немцев и пыталась как-то выжить с двумя маленькими дочками. Я помню, что в детстве у меня была такая игра. Я бегала от дедушки к бабушке. Почему-то тема Великая Отечественная меня очень интересовала. И я спрашивала, кому было сложнее на войне. Дед говорил, что было ему сложнее под пулями, в окопах. А бабушка говорила, что было ей сложнее, потому что она жила среди немцев. Был голод и постоянный страх. Дед был немногословный, но бабушка рассказала несколько историй. Одна из них о том, как они жили с немецкими оккупантами. Немцы стояли в доме. Моя бабушка ютилась в погребе с двумя маленькими дочками. Как-то один из офицеров вышел на крылечко и бросил собаке кусок хлеба с маслом. Выбежала старшая бабушкина дочка, моя тетка, и попыталась у собаки отнять этот кусок. Бабушка рассказывала, что она страшно испугалась. Она думала, что немец тут же застрелит ее дочь. Но немец оказался добрым. Он позвал ребенка, вынес еще хлеб, дал масло, чтобы вся семья поела. Еще бабушка рассказывала, что ее гнали в плен. Они шли колонной. Бабушки на руках были двое детей маленьких. Колонну охраняли немецкие солдаты с собаками. Когда бдительность некоторые солдаты утратили, один из бабушкиных соседей сказал ей, чтобы она бежала. Она сначала сомневалась, но ее просто подтолкнули. Она рискнула. Ей пришлось прыгать через колючую проволоку. Она очень серьезно поранила свою ногу. Шрам на ноге. Огромный шрам остался на всю жизнь. Но она спасла таким образом свою жизнь и жизнь своих маленьких детей. Сейчас начнется шествие. Я покажу общий план. Это Белый дом. Здесь, конечно, много полиции. Здесь всегда много полиции. В общем, все спокойно, мирно. Никаких акций протеста. Ну и белки вокруг. Сейчас сформируются колонны. Люди пойдут к мемориалу ветеранов. Хай! Хай! Расскажите немножко, зачем вы пришли сюда? Кто у вас, может быть, воевал? Мой папа был на фронте. Ваш папа был на фронте? Ага. Да. У него фотографии, медали. И все родственники пришли, собрались. Вы давно в Америке? 17 лет. Как вас зовут? Лариса. Папа остался. Вы откуда? Из России. Ага. Папа в России, он умер? Нет, он умер давно уже. Он умер давно, да? Где он воевал? Он был на фронте, ближе к Тегерану. Он охранял Тегеранскую конференцию. Б Тегеранскую конференцию. И К Тегеранскую конференцию. Я хочу показать, что дорогу сопровождает полиция. Этот маршрут расчищен. Я вижу здесь также американских операторов. Вот пока идет русская колонна, стоит весь транспорт. Я не вижу здесь акций протеста. Это так странно. Огромная пробка. Огромная пробка. Огромная пробка. Огромная пробка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я уже не помню, когда так ходила Никто меня не гоняет, никто не орёт Вот американцы, для них это тоже событие Фотографирует, снимает Довольно большая колонна Мир, мир неба над головой И с днём великой победы! С днём победы! Ветеранам шла! Спасибо! Вот тоже ветераны стоят Так, я специально здесь остановилась, чтобы подразнить быков Я хочу показать георгиевскую ленточку, которую я впервые нацепила И, в общем-то, чувствую себя абсолютно комфортно Поэтому жду комментариев Тут все в этих ленточках, никто никого не бьёт и не кричит У нас довольно мерзкая погода Идёт такой мелкий, противный дождь, холодно, сыро Но настроение вообще прекрасное Я очень довольна, что я не пропустила это мероприятие Познакомилась со многими людьми Люди очень приветливые Вот сейчас я прячусь под крышей Это музей афроамериканского искусства Я уже делала видео Вот, ну, собственно, остановилась, чтобы записать, продемонстрировать эту ленточку Это ленточка победы, ничего больше Эту ленточку я нацепила на честь своего деда Царство тебе небесное Мой дед был герой Он уже умер И я всегда им гордилась Это был настоящий мужик Ну, всё, пока Ещё немножко видов Вашингтона И я жду свою карету Это мой любимый Вашингтон Флаги, люди, автобусы Я всё ещё жду свою карету Вот, решила поснимать уточек Здесь есть такой интересный водоём И вот сюда бросают копеечки Такая традиция, чтобы вернуться Обожаю этот город Ну, теперь пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok